Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, всечестные владыки, поздравляю с праздником Божьим, спасительным, со Святой Пасхой, второй день, который мы по традиции совершаем в Патриаршем Всероссийском Соборе Московского Кремля, в Храме Успения Пресвятой Богородицы. Мы прославляем Христа Воскресшего, и это прославление переносит наши мысли в то время, когда произошло это всемирное событие, имеющее значение для всех времен и всех народов. Господь Воскресением Своим явил нам победу, своей любви, своего милосердия, своего снисхождения над всякой скверной плоти и духа, особенно над всякой скверной, проистекающей от злой человеческой воли. Во второй день Пасхи мы вспоминаем событие избрания Матфея. В число 12 он был избран на место отпавшего Иуды. И избран был, как соответствовало это обычаям того времени, по жребию. Из двух кандидатов жребий пал на Матфея, и он был причислен лику 12 апостолов. В каком-то смысле на каждого из нас падает жребий Божий. Мы этого, конечно, не сознаем. Нам кажется, что наша жизнь составлена из каких-то достаточно случайных обстоятельств. И мы не в полной мере можем управлять этими обстоятельствами. Что-то, несомненно, проистекает от нашей воли, от нашей способности трудиться, ну, например, закончить обучение или его прервать, честно трудиться и продвигаться по службе, или относиться к своим трудам безразлично, в конце концов потерять, может быть, работу, устроить свою семейную жизнь на основе искренней любви, готовности к взаимной жертвенности или по закону плоти, так, что через какое-то время от того, что люди считали любовью, не остается и камня на камне. Многое зависит от наших поступков. Но если внимательно проанализировать жизнь каждого человека, то в череде этих изменений жизненных будет нечто, что как бы от нас и не зависело. По недомыслию мы называем это либо случайностью, либо используем слово, которое невозможно наполнить никаким рациональным содержанием, когда говорим, нам повезло. что вот все эти неопределенности свидетельствуют о том, что в нашей жизни есть нечто, что происходит помимо нашей воли. Иногда мы очень болезненно реагируем на такие перемены в жизни, но по прошествии некоторого времени убеждаемся в том, что если бы этих перемен не произошло, то мы пострадали бы от тех обстоятельств, которых и предвидеть не могли. Вот то, что происходит с нами, это и есть тоже Божий жребий. Господь какую-то определенную часть пути, которую мы должны пройти, берет как бы на себя и предлагает от себя нам нечто. И вот очень важно всегда уметь отличить случайное совпадение обстоятельств с тем, что помимо нашей воли вдруг как бы вторгается в нашу жизнь, предопределяет нашу дальнейшую жизнь. вот тогда с огромным вниманием нужно отнестись к такому развитию событий и задать в себе вопрос, а не воля ли это Божия? Иногда такие события сопровождаются жизненными испытаниями. Происходит какой-то срыв в карьере, как бы от нас и независящей, перемена места жительства. Да, Бог знает что. Но, наверное, каждый человек в жизни проходил через такие испытания, которые казались случайными и ненужными. Но по прошествии времени становилось очевидно, что эти испытания и эта часть жизненного пути была нам свыше определена. Это наш жребий. И вот очень важно уметь принимать жребий Божий без ропота, без тем более озлобления, как это иногда бывает. Особенно, когда речь идет о трудном состоянии здоровья или о других подобных испытаниях. Мы должны жребий Божий воспринимать с великим доверием, с молитвой, с надеждой, ни в коем случае не оскверняя Божий жребий своим негодованием, своим недомыслием, своим противлением. Потому что Господь никогда не желает нам вреда. И по прошествии некоторого времени убеждаемся, что именно то событие, которое мы воспринимали весьма критически и которое объяснить, как бы ни могли, послужило к нашей несомненной пользе. Способность различать Божье присутствие в своей жизни от других привходящих обстоятельств является в первую очередь результатом духовного опыта человека. Очень трудно требовать понимания воли Божией от тех, кто редко ходит в храм, кто не утруждает себя каждодневной молитвой, кто не углубляется в чтение Священного Писания, кто не задает себе критических вопросов, связанных с его жизненным путем. Потому что такой человек живет как бы в иной плоскости бытия. И то, о чем мы сейчас говорим, очень далеко от его реальной жизни. А вот те люди, которые открывают в молитве свое сердце к Господу, которые вручают себя Божьему промышлению, которые причащаются святых христовых тайн, исповедуют грехи свои, стремятся несомненно к духовному росту, тем проще увидеть руку Божью в своей жизни и с благодарностью принять божественный жребий, как принял его и Матфий, сопричисленный в лик двенадцати апостолов. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе, Христос! Аминь!